Поняв это, твои отношения разделятся на до и после, и все будут завидовать твоим отношениям. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что в самом конце я дам вам мощную практику, которую вы сможете применить и которая даст позитивный эффект уже здесь и сейчас. Так что обязательно поставьте лайк под этим видео. Недавно был разбор в соцсетях и девушка, запрос такой, что ее мужчина старше нее на какое-то количество лет, они вместе живут уже больше года, он полностью ее обеспечивает, при этом она занимается своим бизнесом небольшим, связанным с женской красотой, при этом он не требует от нее никаких денег, он полностью все обеспечивает, и при этом у нее есть ребенок от прошлого брака, от прошлого мужчины, но тем не менее ребенок живет с мамой, все они вместе живут с новым этим мужчиной, который обеспечивает. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. И у мужчины проблемы на работе. У мужчины у него стрессы, он обеспеченный, но при этом регулярные стрессы. Ее запрос какой? Бывают периоды, когда он приходит и вообще не разговаривает, и как будто бы погружен в себя, и ему вообще не до меня, и я на это обижаюсь, и из-за этого наши отношения портятся. Типичная ситуация, да, мужчина как-то себя ведет, женщине это неприятно, она обижается и начинает предъявлять претензии. Вполне логичный вопрос. А что, молчать? То есть как будто бы есть только крайности. Или обижаться, или обижаться и предъявлять претензии, или же молчать в тряпочку, как, например, какая-нибудь ведическая женщина. Молчать, терпеть, натягивать улыбку, симулировать. Некоторым кажется, что в этом и есть смысл женственности. Молчать, подавлять себя, подавлять себе истинные настоящие эмоции и изображать божьего одуванчика. Но на самом деле ни один из этих вариантов не является верной стратегией или верной тактикой. Любой из этих вариантов — это разрушительная крайность. И то, и то, и то — это крайности, которые в долгосрочной перспективе только разрушают отношения. И разрушают классное отношение мужчины к этой женщине. Дальше. Тогда получается, как только я понимаю, что я не завишу от другого человека, тогда мое внимание, 80% которого я перекладывал на другого человека, что я делаю с этим вниманием? Я это внимание возвращаю себе. То есть, если я зависим от другого человека, автоматически 80% энергии я сливаю на другого человека. Ведь мне же важно, чтобы он был хорошим по отношению ко мне, и я что-то там пытаюсь. Но если я туда сливаю 80%, значит, я себя избавляю от этих 80%, значит, я себя обворовываю. И как только я понимаю, что я не равно другой человек, мое состояние зависит от меня, я 80% энергии возвращаю себе обратно. И как я себя от этого чувствую? Классно. У меня лучшее настроение, у меня больше энергии, у меня как будто бы начинает фокус, и начинает думать, а чем мне заняться, а какие мои интересы, да? То есть, это и есть то самое «начинаю заниматься собой». Дальше. Что происходит после этого? Вы начинаете заниматься собой. А что происходит глазами мужчины в этот момент? Так. Женщина перестала давить. Что такое давить? Вот женщина давит. Это когда она много своего внимания грузит на другого человека. И тут она забирает это внимание себе. Мужчине становится как-то, ну, легче, да? Надувной чудак с длинными болтающимися руками. Надувной чудак с длинными болтающимися руками. Как-то он смотрит на нее, она довольна, наполнена, радостно занимается собой. Какая у него от этого реакция? Ему тянет. Он начинает к этому тянуться. То есть, понимаете, какой парадокс? Что в зависимых отношениях кажется, что нужно от другого добиться любви, внимания, правильного... То есть, нужно как будто бы вытрясти из него. Но на самом деле нужно по-другому. Да, нужно знать, как взаимодействовать с мужчиной. На уровне коммуникации, на уровне поведения, на уровне взаимодействия. Это я раскрываю на бесплатном онлайн-курсе «Мужчина. Честная инструкция по применению. Без рамой манипуляции». Но зависит... Понимаете, коммуникация – это одно. Но база – это... Это база. От чего зависит моя самооценка. И если я делегирую, да, то есть, я делегирую, что я говорю, «Это мое... У меня плохое настроение, потому что муж такой у меня плохой». Это значит, что я делегировал. Это значит, что я сейчас сказал, «Эй, муж, привет! Ты вообще теперь в курсе, что теперь... Теперь от твоего поведения зависит мое настроение». Соответственно, да, мы разделяем. Мое состояние зависит от меня. Я не завишу от поведения мужа, от его реакции. Да, соответственно, я забираю обратно себе 80% энергии. Я начинаю заниматься собой. Я занимаюсь, ставлю цели на год, занимаюсь своим саморазвитием. И муж от этого еще больше тянется. Многие женщины путают. Им кажется, что заняться собой – это значит стать такой холодной, бесчувственной, такой, знаете, мне никто не нужен. Это другая крайность. Это тоже крайность, и это плохо. Я сейчас говорю про здоровое, хорошее отношение к себе. Это когда я на первом месте. Но для того, чтобы к этому прийти, нужно начать с того, нужно разделиться, да, что я, мое состояние не зависит от мужа, мое состояние не зависит от мамы, от реакции мамы, родителей, родственников или еще каких-то, не дай бог, посторонних людей. Отдельно на эту тему я запишу видео, поэтому прямо сейчас подписывайтесь и жмите колокольчик. Светлейший, хотел бы поделиться важной техникой, которую вы можете делать, ну, хотя бы два раза в день. Утром после пробуждения и вечером перед сном, перед зеркалом. Попробуйте ее, и я уверен, от этого ваше состояние будет становиться лучше. И она звучит так, что вот подходите к зеркалу и говорите, что я не равно слова моего мужа, я не равно реакции моего мужа, я не равно поведение моего парня. И, соответственно, если... Потому что если вы одно целое, и мужчина говорит гадости, то эта гадость в вас проникает. Когда вы понимаете, что вы два отдельных, раздельных человека, две отдельные, раздельные личности, что бы он ни говорил, это его слова, это его мнение. И часто человек, если говорит гадости, это он говорит то, чем он наполнен, а не то, что относится к вам. Но это непонятно, когда вы слиты в одно целое. Но когда вы разделяетесь, тогда вы начинаете видеть, что человек, который говорит гадости и своего ротика, это вообще к нему относится, а не к вам. Если вы чувствуете, что пришло время заняться своим развитием, прокачать свою женственность, разобраться в психологии мужчин, психологии взаимоотношений, тогда прямо сейчас переходите по ссылке и записывайтесь.